Коллеги, всем привет! С вами вновь Каждан. Я наконец-то добрался до своей очередной рубрики, когда я с вами начинаю болтать на всевозможные парикмахерские темы. И в этом видео я хочу с вами поговорить на тему, почему все считают, что если ты парикмахер, значит ты почему-то должен быть нетрадиционной ориентацией. Вот что это такое за миф, почему все так считают, с чего вы вообще это взяли, что почему-то если мужик парикмахер, значит он почему-то должен быть нетрадиционной ориентацией. Хочу развеять этот миф, хочу торжественно всем заявить, Каждан не гей. И я ни в коем случае тут не хочу никого обидеть и сказать, что там вот геи такие плохие, а натуралы такие плохие. Я хочу сказать, что у каждого человека есть право на то, чтобы любить того, кого он хочет. Но если люди нетрадиционной ориентации, ради бога, пускай они будут нетрадиционной ориентацией. Это дело лично каждого. Но зачем перекидывать вот это все на нашу профессию, одному богу только известно. Вы не поверите, я недавно решил познакомиться с девушкой с одной, так она не захотела со мной общаться, потому что я ей сказал, что я парикмахер. Она не любит мужиков парикмахеров. Вы представляете? Она не знает меня, она со мной даже не общалась. И тут, короче, бах, такой привет, типа, извини, Кажданчик, пока я мужиков парикмахеров не люблю. Может быть, это у нее был какой-то горький опыт, когда она познакомилась с мужчиной, и мужик признался, что он может быть гей. Да, то есть, ну, может быть и такое. Но я постоянно и достаточно часто слышу вот такие вот моменты, что все считают, что почему-то, ну, может быть, не все, да, но подобающее большинство какой-то там людей считают, что если ты парикмахер, значит, ты нетрадиционной ориентации. Ну, с чего вы это взяли? Откуда у вас такое вообще в голове? То, что есть какие-то там люди, у которых нетрадиционная ориентация, но это не говорит о том, что все мужики должны быть парикмахерами геями. Вот меня, честно говоря, вы знаете, это расстраивает о том, что на нас висит вот такое клеймо, что парикмахер, все, ты гей. Откуда такая нелюбовь, откуда такая ненависть к профессии? Ну, не ненависть, а предвзятые отношения, скажем так, если правильно говорить. Я вообще считаю, что это, ну, недопустимо. Нельзя делить людей там по этому признаку. Ну, ради бога, хотят они быть такими, ради бога, пускай они будут. Я знаю многих этих людей. Я вам даже больше скажу. У меня был преподаватель с такой же ориентацией. У меня есть знакомые, которые с такой ориентацией. Ну, ради бога, я их за это не виню и не кричу об этом, что это как-то плохо. Да, то есть, ну, для кого-то, может быть, это плохо, для кого-то, может быть, нет. Ради бога, это выбор каждого. Но мне очень хочется попросить всех, чтобы, ну, реально никто на этом не акцентировал свое драгоценное внимание. Мне кажется, это вообще просто абсурд на этом акцентировать внимание. Кто, чего, как, кто там по ориентации, кто не по ориентации, да пофиг вам должно быть. Ради бога, если че-чел классный, то есть человек хороший, да ради бога. Просто, ну, реально, порой зачастую, слушайте, до абсурда доходит. Я, например, вообще на этом не заморачиваюсь. Но обидно за то, что люди почему-то начинают все думать и считать, если ты парикмахер, все, значит, ты вот не такой, как все, и не такой ориентации. Ну, вот это меня, конечно, немножечко, ну, малость, конечно же, расстраивает. Причем я это вижу, ну, достаточно часто. И причем, и мало того, что вижу, и зачастую я с этим сталкиваюсь. Однажды, кстати, вот тоже пример, опять же, из жизни. Сидел в группе в одной из соцсетей, называется «Злой парикмахер». Частенько там заседаю, кстати, классная группа, рекомендую. Сижу в этой группе, написал комментарий, вышел. И тут мне, короче, какая-то там то ли мадам, то ли еще кто-то, я не помню, отвечает. Да вот вы там такие-то, так сяки-то, ты там типа не до мужик, там типа ты там тут-то оливали. Начал мне это такой хай-вай поднимать. Я, конечно, человек интеллигентный, я не стал вступать в такую дискуссию. Я просто отписался и сказал, что я не намерен с вами продолжать этот диалог, потому что вы так некорректно и некрасиво и в хамской форме отвечаете к человеку, которого вы не знаете. Вот вам, пожалуйста, сидел в группе, пожалуйста, получил вот такую вот обратную связь. С чего люди вообще взяли, откуда такая вообще тема? Парикмахер, все, значит, на тебе какой-то клеймо висит. Коллеги, напишите, что вы думаете об этом в комментариях, как вы вообще к этому всему относитесь. Просто я говорю, я вот коллегам, неважно, там, лесбиянки, геи, ради бога, будьте. Я не такой. Это моя природа. У каждого человека своя природа. Кому-то нравятся мальчики, кому-то нравятся девочки. Ну, это дело каждого, это выбор каждого человека, я считаю. И нельзя здесь ни в коем случае кого-то судить, кого-то как-то вот пытаться оскорбить, там. Это так же, как это, оскорблять чувства верующих. Ну, у людей такая природа, ну, им вот так нравится. Ну, ради бога. Это выбор. И выбор, выбор, опять же, подчеркиваю, у каждого. Не нужно брать и вот так всех под одну гребенку закидывать. Ну, я считаю так. Я отношусь к этому с пониманием. Ну, если человек таким стал, ну, что тут сделать. И кидать в него камни, я считаю, что тоже не нужно. Потому что человек сделал свой выбор, хочет он быть таким. Да ради бога, пускай. Может быть, кого-то там природа таким сделала, да. Да ради бога, пожалуйста. Зачем относиться к этому вот, ну, с таким вот негативом. И тем более еще приплюсовывать сюда профессию. Если ты парикмахер, значит, ты гей. Хорошо. Если есть повар, то что не может быть нетриденционной ориентации. Я считаю, это вообще полный бред и абсурд. Ну, опять же, это на мой взгляд. Вот. Что хотел, я, в принципе, сказал, высказался. Коллеги, жду ваших комментариев по поводу этой темы. Часто ли вас вот так вот в этом винят или вам кто-то говорит об этом, что, типа, если ты парикмахер, значит, что ты нетриденционная ориентация. То есть, вот, часто ли вы с этим сталкиваетесь? Просто я что-то, знаете, вот, ну, частенько стал с этим сталкиваться. И, честно, как-то вот наболело, решил высказать всем свое негодование по этому поводу и сказать всем, что если парикмахер мужик, это не говорит о том, что он нетриденционной ориентации. Женщины, запомните. Всегда нужно общаться с человеком и узнавать его вкусовые качества какие-то, предпочтения. Все просто. Мы живем в эпоху открытости. Каждый может рассказать о себе, кто он, что он и что он любит. Поэтому не нужно ставить клеймо на наши профессии. Я вас очень прошу, люди, очень вас прошу. Есть нормальные люди и в любой профессии. Не нужно ставить клеймо на профессию парикмахер, что если ты там парикмахер, значит, ты какой-то нетрадиционной ориентации. Все, заканчиваю эту дискуссию. Распространите это видео. Расскажите друзьям, что вот Каждан заявляет, что есть нормальные парикмахеры и парикмахеры есть нормальные мужики тоже. Можете так и всем и передать. От лица всех парикмахеров, ну, конечно, нельзя говорить от лица всех, ну, я бы, наверное, так сказал, что нельзя так говорить о парикмахерах. Ну, заявлять от лица всех парикмахеров, наверное, тоже нельзя, а то еще все подумают, что тут Каждан занимается, за всех отвечает. Ну, наверное, не буду за всех отвечать, отвечаю за себя. Есть в каждой профессии свои меньшинства. Есть натуралы, есть нетрадиционная ориентация. Все, закрыли эту тему. Если вас это видео как-то вдохновило и вы со мной согласны, обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте лайк этому видео. И спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. С вами был Каждан, я желаю вам всем только точных стрижек и хорошего настроения, чтобы все у вас было всегда хорошо и позитивно. До новых встреч, пока-пока.